Война на территории Украины длится уже более чем полгода. За это время российские солдаты убили тысячи мирных, ни в чем не винных жителей обычных украинских городов. Некоторые из вас скажут, что жертвы среди мирного населения были и есть в каждой войне. И в принципе вы будете правы, но столько убитых украинцев это вовсе не случайность, а целенаправленные действия российских солдат, а если быть точнее российских убийц. Но почему же российские военные чинят такой беспредел в Украине? За что так жестоко расправляются с обычными гражданами? В этом выпуске мы с вами попробуем разобраться в том, почему же российские солдаты едут в Украину? Почему происходят эти ужасы в Буче, Мариуполе и Изюме? Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем. Доля пропаганды в войне Российская пропаганда в ходе текущей войны играет очень и очень серьезную роль. Я бы даже сказал, что все действия российских солдат на процентов так 30-50 зависит именно от той пропаганды, которую годами вдалбливали в мозги жителей российских глубинок. Обычным россиянам годами рассказывают о том, насколько их страна великая и всемогучая. Киселев и Соловьев говорят, что США и Европа полный ноль в сравнении с РФ и разбрасываются такими фразами, как превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел или загнивающий Запад ни на что не способен. Именно из-за этого у россиян начинает возникать культ воображаемого величия. Обычная старушка с минимальной пенсией или работяга с завода, на зарплату которого еле можно выжить, сразу же после этих слов начинает думать, что его страна в действительности является самой сильной в мире и что им все можно, ведь так сказали пропагандисты на российском телевидении. А по телевизору ведь врать не будут. Заметьте, что в такие моменты россияне забывают о том, в каком хаосе живут сами. В стране, где нормальные дороги есть только в Питере и Москве и еще некоторых областных центрах, где пенсии и зарплаты одни из самых худших в мире и где уровень жизни в несколько раз хуже, чем в той же загнивающей Европе. Пропаганда в России – это выдуманное величие Российской Федерации, украденная история и повышенное самомнение, мол, нам, россиянам, все вокруг должны и обязаны, а мы, разумеется, можем делать все, что захотим и будем полностью безнаказаны, как в случае вздействиями российских военных. Еще давайте вспомним, под каким предлогом началось российское вторжение в Украину. Защита Родины и помощь Донбассу. Защиты какой Родины? От кого? И почему Родину нужно защищать, нападая на другое, суверенное государство? Но самое удивительное для меня, что большинство россиян согласились с таким вот вариантом защиты Родины. То есть они согласны, что территория Украины – это их Родина. Как? Тут опять-таки сработала российская пропаганда, которая все время как раз-таки говорила о том, что Украины как таковой страны вовсе не существует, а то, что сейчас есть на ее территории, можно называть Малороссией. Россияне в это поверили. Поэтому очень много мужчин пошли подписывать контракт с российской армией для того, чтобы воевать против Украины или, как они говорят, защищать Родину. Исходя из этого, можно сказать, что кремлевская пропаганда сработала на ура. 70% россиян поддерживают действия пока еще нынешнего президента. В армии присутствует большое количество контрактников, которые еще сами не знают, куда идут. А те, кто испытали на себе все прелести такой защиты Родины, уже, скорее всего, никому не смогут рассказать об этом. Пенсионеры, инвалиды, дети, обычные работяги – они уверены в том, что российская армия делает благое дело, убивая в Украине нацистов и защищая Родину. Но на самом деле россияне чинят такие преступления, которые могли как раз-таки совершать только настоящие. Нацисты и фашисты, убивая ни в чем невинных жителей Украины. Пропаганда – важный элемент войны. Но на самом деле, я думаю, что есть для россиян еще один важный мотив. Деньги. Бедные россияне идут воевать, чтобы выжить. Согласно официальным данным России, за 2022 год за чертой бедности находится 21 миллион жителей Российской Федерации. А это около 14% от общего населения России. Представьте себе, в одной стране 14% от всего населения еле сводят концы с концами. Вдумайтесь, а сколько таких на самом деле, если даже официальная статистика России приводит такие цифры? На самом же деле, я думаю, что все намного хуже. Примерно столько же по этим данным, кто выше черты бедности, но также имеет серьезные трудности в финансовом плане. Ну а теперь в цифрах. Что же такое черта бедности по российским меркам? Это меньше 13 тысяч рублей в месяц, что по курсу меньше 150 долларов в месяц. Добавим еще к этому, что на самом деле российская валюта ничего не стоит, а также то, что еще надо заплатить за коммуналку. Вот и получается – нищета. Естественно, что когда человек имеет какие-то трудности с деньгами, ему срочно нужно искать выход. Выходом в таком случае может стать хорошо оплачиваемая работа. Но большинство жителей российских глубинок вовсе не имеют высших образований и возможности получить хорошую работу. Поэтому тут на помощь приходит российская армия. Мужчины призывного возраста для того, чтобы зарабатывать деньги, решаются пойти на отчаянный шаг – подписать контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Средняя зарплата контрактников в РФ составляет в районе 20-30 тысяч рублей. Если перевести в доллары, это будет около 300-400 долларов США в месяц. Зарплата, конечно же, небольшая, но для обычных россиян этого вполне достаточно. Но еще примечательным является тот факт, что в российской армии несколько раз обещали увеличить зарплаты своим военным, но почему-то руки никак не доходят. Отдельно хочется сказать про эти сказки 200-300 тысяч рублей в месяц, которые якобы получают те, кто воюет в Украине. Российские пропагандисты и агитаторы ими настолько сообщают людям, которых они хотят завербовать в ряды настоящих убийц. Но получает ли такие деньги хоть кто-то? Да, получают, но это единицы. И все это для того, чтобы поставить таких людей, так сказать, в пример. Мол, вон Вася поехал в Украину, теперь его семья ездит на ладе Калина. А если говорить о том, как на самом деле обстоят дела, то да, в военное время у российских убийц зарплата побольше, но она очень далека от 200-300 тысяч. Еще есть такой интересный момент. Часто идут задержки в зарплате для контрактников РФ в несколько месяцев, а потом их отправляют в самый ад, в котором они становятся пропавшими без вести. А за них, как бы, выплаты не положены. Но россияне-то не знают об этих реалиях. У них в глазах сотни тысяч рублей. И именно жадость к деньгам толкает обычных людей на преступления. Более того, служить за контрактом идут, как правило, не москвичи и петербуржцы, а жители более скромных и более бедных регионов. Даже если взять во внимание тех, кого вооруженные силы Украины поймали в плен, то там практически все жители глубинок. Улан-Удэ, Новосибирск, Республика Бурятия, Калмыкия, Алтай. Все, кто угодно, но только не жители самых продвинутых городов России. Ведь там, в принципе-то, и с зарплатами нормальный, и уровень жизни более-менее лучше. Поэтому для российских контрактиков пойти на войну и убивать там обычных жителей Бучи, Мариуполя, Ворзеля или Херсона ради своих 350 долларов – это уже привычное дело. А мы с вами оказываемся в полнейшем ужасе от того, что вытворяет российская армия на территории Украины. 20 тысяч рублей. Для обычного российского военного этой суммы вполне достаточно, чтобы забрать десятки жизней обычных ни в чем невинных людей. Ценности, как видимо, у людей абсолютно разные. Есть еще такой интересный момент. Все же знают, что домой уже не вернется более 50 тысяч российских солдат. И самое шокирующее, что многие семьи и не сильно-то расстраиваются, ведь Путин пообещал всем, кто погибнет, около 12 миллионов рублей. Это примерно столько, сколько российский Ванька из глубинки за всю свою жизнь не заработает. Но вот информация по этому поводу в сети почему-то совершенно другая. И вместо миллионов родственники погибшего в лучшем случае получат сотни тысяч рублей. Самое печальное, что многих матерей и жен российских солдат такие выплаты вполне устраивают. И ничего менять они не собираются. Но вот вы знаете, это еще везет, когда выплаты приходят семьям погибших. Ведь очень часто их родственников списывают как пропавших без вести. И тогда точно никто никогда ничего не получит. Деньги это хорошо. И правильно, когда люди хотят их заработать побольше. В этом нет ничего плохого. Но когда ради денег, и нет никакой разницы больших или не очень, люди идут убивать, это выше всех моих понятий. Я никогда этого не пойму. Знаете, помимо пропаганды и денег, есть еще одна причина, почему россияне идут воевать в Украину. И эта причина печальней в разы, чем первые две. Конечно, эта причина не относится ко всем российским солдатам, а только к части из них, но все же. Так вот, многие российские солдаты идут воевать и убивать людей просто потому, что им это нравится делать. Они получают истинное удовольствие, совершая преступления, будь то убийство или мародерство или изнасилование. Проще говоря, множество российских солдат, которые совершенно бездушно убивали и насиловали украинцев в Буче, Мариуполе, Ирпене, Бородянке и Изюме – это моральные уроды или нелюди, которым нужны вовсе не деньги, а лечение в психбольнице. Ведь связывать людей, завязывать им глаза и расстреливать со спины в голову – это намного хуже, чем нацисты во время Второй мировой войны. Российские солдаты держат украинцев в подвалах, стреляют по роддомам и больницам, в то время как украинские врачи борются за жизни этих преступников. Кажется, что это фактически нереально, но это так. Пока россияне стараются уничтожить украинский народ полностью, украинцы, в свою очередь, спасают российских военных от гибели. Тех самых российских военных, которые еще вчера убивали и издевались над мирными жителями, которые мародерствовали в домах обычных украинцев и насиловали их дочерей. Украина победит в этой войне, и каждого украинского воина будут во всем мире встречать как освободителя от имперских преступных замашек Путлера, как герой и защитника добра. А российского солдата, который все-таки выживет, будет ждать позор и клеймо. Даже если он никого не убил, а сидел трусливо в окопе. Побачиваемся в наступном выпуске. Пани Тапановы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...